В том, что наша армия сильна, сомневаться не приходится. Под наблюдением каждый отрезок пути, каждый пост. И если враг и попытается атаковать, солдаты уже через несколько секунд готовы вести бой. Отвага 02, я ГЛАЗ-01, в секторе номер 1 обнаружил движение, прием. ГЛАЗ-01, я ТВАГА-02 принял. Ввод к бою! В течение трех дней на территории полигона Брески проходило двухстороннее ротное тактическое учение «Мобильный и аэромобильный рот». Сравнительно небольшой промежуток времени были отработаны вопросы, касающиеся введения контрдиверсионных действий, одного из непосредственных направлений в службе десантника. Учение «Плановые сроки» его были определены еще в 2013-м и проходит оно несколько раз в год. Эти учения, чем отличаются от предыдущих, мы проводим двустороннее учение. Участвуют две роты – мобильная усиленная рота и аэромобильная рота. Это поэтапная подготовка и завершение и слаживание рот. Проводятся ротные учения, где оценивается, прежде всего, действия командиров, офицеров, а также работа личного состава. Условия максимально приближенные к боевым. В лагере только все необходимое. Цели и противники условно реальные, так как отрабатывают тактики между собой две роты. Задачи точные и актуальные. В течение трех дней бойцы 38-й отдельной мобильной бригады показывали, что они освоились за время службы. Учебные занятия предполагали переброску аэромобильной роты вертолетом Ми-8 по воздуху, сопровождение колонны, засадное действие на маршрутах выдвижения войск условного противника. Две роты выполняют свои задачи. Одна рота ведет контрдивизионные действия, вторая рота – разведственно-боевые действия. Ну и, соответственно, исходя из тематики, будут выполнять специфические свои задачи. Учения, проходившие на полигоне Брестский, показали, что со своей основной задачей подготовить из призывника настоящего бойца, обладающего не только профессиональными, но и личностными качествами, в 38-й отдельной мобильной бригаде справляются на отлично. Кроме того, здесь постоянно заботятся о том, чтобы молодой человек после службы вернулся на так называемую гражданку целым и невредимым. Поэтому во время учений за бойцами пристально наблюдали их непосредственные командиры. Молодые люди не жалеют, что служат в десантных войсках. Они уверены – десантнику все по плечу. Первый раз так страшно было. Когда тут стоишь, не страшно. Когда в вертолет или в самолет заходишь, уже так пострашнее будет. Ну, когда уже выпрыгнул, уже все. Хорошо. Свобода. Служба. Хорошо. Нравится служить.